Ну что, господа, а вот теперь рыбалка. Да, я очень долго ждал, когда найдется человек, страждущий по рыбалке. Очень, очень долго я ждал. И вот, наконец, счастье наше, наша радость, да и с ценами минимальными, да и находящаяся рядом с виражом М, и это удачная рыбалка. Конечно, конкурентам будет в огорчении, но то, ради чего существует уральское лето, не лето для бесконечного купания, а лето для рыбалки, теперь будет вместе с домом, милым домом и удачной рыбалкой. Город Магнитогорск. Город Магнитогорск, в котором, извините, лето-то и не бывает. Ну такого, чтобы на улице 35 градусов и с утра до вечера. Такое было в прошлом году, когда город Магнитогорск превратился в город Телюнигорск. То есть, все пиво набрали и пошли на речку. Соответственно, там многие всякие дела делать. А в основном пить пиво. Но в другое-то время-то, что же делать в нашем замечательном городе? А мы нашли это место. Место, где мы сегодня и сейчас будем вас радовать замечательной рыбалкой. Я вам честно скажу, рыбалкой я занимался с детства. Мой дядя Сережа меня просто учил, как этим делом заниматься. И было время, зарабатывал я немало. В смысле, приносил большое количество различных акуней домой. Сегодня и сейчас совсем все по-другому. Я очень долго искал человека, с которым я бы все-таки свое желание-то созрел. И вот здесь, на вокзальной, здесь есть замечательный магазин. Где сегодня и сейчас, рядышком, вираж располагается. Где вы можете в абсолютную халяву купить себе много чего. Это и лодочки из ПВХ. Это замечательные одежки. Это замечательные вещи, которые можно положить, кстати, в любую машину. Есть тут такие, которые не положишь, естественно. Это странно. Но в остальном-то все укладывается. И цена-то вопроса. Вот если сильно захотеть, то удилище фанфун, или как-то, я не помню, смотреть. А, фэйр фан. Во, во, стоит 950 рублей. То есть, вот тут просто купили и поехали. Легко и просто. Жесть, да? Видно, сколько людей понимает, в чем суть-то. Да, лето дает нам возможность поплавать всего два месяца. Но дальше-то. Утренние зорьки, ночные будни. И все это с рыбкой. Ах, прелесть-то. А если местечко для лодочки, то... То тогда уфимские ПВХ. И не только для одного, а для трех. А есть возможность и электро, и бензиновый двигатель. И это для тех, кто хочет проехать дальше. Честно, ПВХ да из Уфы, да и не задорого. И это то, что хочу я. И то, что хотят многие. А теперь для тех, кто смотрит телевизор и не понимает. Зачем блесна для щук стоит, как щука? Я тоже внимательно смотрю различные телевизионные передачи. Знаете, иногда меня там расколбашивает. Потому что, допустим, виброхвосты, которые здесь стоят, там, от 7, от 6, простите, до 18 рублей в этих передачках стоит совершенно других денег. То есть, вот такая фигня там стоит, примерно, 300 рублей. Это как-то вообще объясните. Также вот джиголовка берется. Она здесь продается. И потихоньку насаживается. Но говорят, что на все вот это дело у нас очень хорошо идет. И щука, и окунь. А есть тут еще такие вещи, клевые. Это вот блесны. Причем, обратите внимание, никаких супер маринованных цен не существует. То есть, блесна начинаются от цены 38, ну, максимум, там, сколько там, ну, 100 рублей. И, пожалуйста, рыбачки на здоровье. То есть, мы вам посчитали. То есть, удочка, это можно до 150 купить. Можно купить блеснометатель. Ну, в пределах, там, еще 350 рублей. Так, это я умел делать-то, но не часто. Чаще в детстве я распутывал леску для ловли рыбы. А вот, чтобы запустить блесенку, как-то не удавалось. Точнее, я часто кидал блесну. Но чаще распутывал снасть. Да потому, что других-то и не было. Пока не кинешь и не притормозишь, дело-то не шло. Но сейчас-то все по-другому. Так, про вот эти всякие фенечки, которые можно натянуть, это мы вам рассказали. А теперь про то, из чего все это дело выкидывается, собственно говоря. Вот, это катушки. Катушки есть абсолютно любые. Абсолютно любые, вот начиная от 24 рублей. Кстати, на них в свое время тоже трубачили и все было нормально. Но сегодня и сейчас, конечно же, вот там, где много всяких подшипников и то, что не спутывается. Чего вам тут рассказать? Ну, примерно, там, можно от 190 рублей кобру взять. А можно и подороже, вот, 270 рублей, 290 рублей. Это так вот. А если, чтобы совсем уж совсем круто было, то есть такие вещи, как еще и Шимано. То есть, это совсем круто. То есть, я бы, вот, допустим, себе все-таки взял Шимано. Потому что, а как по-другому? Так вот и надо. То есть, цены вопроса разные. То есть, начиная от небольшой и кончая самой большой. Естественно, есть различные вещи. Вот это называется километровая штучка. То есть, набросали, набрали и дальше рыбачьте. Вот, что касается других вещей, да? То есть, недорого. Лески, причем, начинаются они от 95. Есть такие вещи хорошие, которые нам сказали. Вот, это называется плетеные вещи. То есть, если леска, она распутывалась, и потом долгое время собираете, там, думаете, какими вещами там материалить хозяина, в смысле себя самого, потому что вы же распутали. То есть, плетенки, то есть, плетенки не распутываются. Они так. И все, его уже за рыбкой отправились. Понятно? А я не буду долго и упорно перечислять все то, что здесь есть. Да потому что принцип один. В искомом месте, в огромном месте, с низкой арендой, человек не хочет с вас брать лишнего. Тут ведь правило. Больше клиентов, больше прибыль. Это нормальное человеческое правило. А то, что здесь есть все, и вот это правильный подход к качеству. А теперь подумайте и сходите куда угодно, у вас рядышком там магазинчиком. Мы сейчас вам ценники здешние укажем. Дело в том, что у нас на завтрашний день это рыбалочка. Вот. Рыбалочка у нас Микада Принцесс за 820 рублей. К ней мы прилепили катушку-волжанку за сколько там? 300 рублей. Вот. У нас есть еще такая примочка. Называется, вдруг не удастся. Можно так. Если не рыбка, которая естся просто так, в смысле, нам надо под формку всякую сделать, то, может быть, что-нибудь другое там поймаем. Вот еще фенечки для нее есть. Вот. Все остальное это совсем. То есть, карась 45 рублей. Надейте где-нибудь дешевле. Вот. Ну и все такое. Там совсем все смешно. То есть, мы собрали для себя удочек. Ну, примерно на 1500 рублей. Все вместе. И вот так и поедем. То есть, возьмем себе опарыш. В смысле, здесь он получается черви навозные 40 рублей стоит. Вот опарыши. Возьмем. И отправимся. А теперь возникает вопрос всем любителям, а также не любителям ловли. Дело в том, что 100% это есть в каждом. И рано или поздно мужик все-таки вернется на круги своя и восторжествует. Рыбалка там, охота и все остальное. Поверьте мне, 100% это будет. Вот. Но ваша супруга не знает, как вам что подарить. И вот, значит, есть такая подарочная сертификат. Это фирма «Удачная рыбалка». Вот. Тысяча, две тысячи и три тысячи рублей. На все можно найти. То есть, хотите подешевле, это тысяча рублей. Хотите совсем круто, это три тысячи рублей. И здесь указано, вот улица вокзальная, три. Магазин «Удачная рыбалка». Место, где все, ну вообще в халяву. Конечно, шибко хотелось, но погодка чуть подзалетела. Мне, естественно, очень хотелось просто посидеть. И не важен тут подход к количеству. Главное выключить мозги и побыть наедине с природой. Но и попросили устроить праздник. И вот поэтому мы подождем и сделаем его. И это вообще хорошо, когда хозяин так старается. И это то, что сделаем мы вместе. Вот только время будет другое. Скорая. Да потому, что нам это нравится. А хозяин сказал. «Рыбалка будет». Да такая, что все ухнут от восторга. Хотя, если кто-то сможет это сделать ранее, то телефон-то прост. 8 952 526 68 65. Покупайте здесь. А результат мы вам всем покажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова